Всем привет! С вами Тед и мы смотрим корейский StarCraft игры профессионалов в StarCraft 2 Legacy of the Void. Сегодня мы посмотрим на игру Solar против Саяна. Solar, Zerg, Саян у нас, Protos, высокий ММР, корейский ладер. Смотрим вот такие игры. Обязательно, ребята, напишите мне, пожалуйста, в комментарии, нравится ли вам такой формат. Мне интересно, нравится ли вам формат того, как я это провожу. Я прилипаю к одному из игроков и мы смотрим, анализируем его действия, собственно, что он делает, почему он делает, как он делает и так далее. То есть мы учимся у лучших. Хочешь играть лучше, учись у лучших. Это очень важно и поэтому мы смотрим именно на корейских профессионалов, которые впереди всего StarCraft. Обязательно, обязательно скажите, нравится ли вам такой формат. Мне интересно. Ну, а мы переходим к этому увлекательному зергу против Protos. Он открывается в 16-ю хату. Собственно, у меня по этому куча гайдов. Там можете посмотреть. Все как обычно. Хата, газ, пул. Приходит разведчик. И он его прогоняет, чтобы он не мешал. Он это Solar. Solar, да. Solar его прогоняет, чтобы он не мешал добывать минералы. Начинает добывать газ. Летят оверы. То есть его особо ничего не напрягает, не пугает. Все окей. Первый овер летит на вторую базу. Первый, соответственно, на мейн. Будут, скорее всего, одновременно залетать и разведывать. Но это мы увидим. Для этого мы и здесь. Понять. Понять, как играют профессионалы. О чем они думают, что они делают. Идет 26-й оверлорд. Идут 4 собаки, 2 квины. Все стандартно. Все стандартно. С газа сняты рабочие. Прилетает первый оверлорд. Что он видит? Он видит, что идет буст в гейте. Идет буст в гейте. И он, в принципе, не проверяет, кто это ему. Все равно сталкер это или еще кто-то. Хотя чутка смотрит. Он понимает, что сталкер за ним побежит, возможно. Но это не важно. Обязательно собачками немножко проверяет. Прокси. И идет грызть камешки. Почему? Да, потому что ему, в принципе, все равно, что делать. Потому что ему нужно ждать адепта, которого будет прогонять этими собаками. Первая квина всегда делает инъекцию. Затем строится еще одна сзади. И... Точнее, первая квина делает инъекцию. Вторая делает у нас криптумор. И за ней сразу строится третья квина. Тем временем делается хата на 2.30. Квина сразу впереди встречает адепта. За тенью бегут собачки. Все как обычно. Адепт телепортироваться не будет. Он здесь только лишь посмотреть, делается ли быстрый лейер или нет. Но здесь никого быстрого лейера не будет. Ничего сверхъестественного. Кстати, заметьте, заметьте, как классно пробежал Solar. Он, видно, знает вот эти приколы корейские. Где ставится технология на этой карте. Именно вот на этот пилон. Ее можно поставить то здесь, то здесь. До нее далеко лететь. И он сразу же этим оверлордом в самую далекую точку полетел. И сразу же видит, собственно, Stargate. Что он достигает таким образом? Он, получается, видит, если здесь начнется строиться какой-нибудь юнит. Здесь мы видим VyDrea. То есть мы в этой игре увидим, как играть против Stargate. Кита, Зазерга, игра профессионалов. Вот. И увидев VyDrea, этим оверлордом он просто улетит домой. Он улетит либо домой, либо где-то спрячется, где его VyDrea не будет искать, скорее всего. А этим оверлордом он здесь будет выигрывать время подальше от того. Вот. Хорошо. Solar понял, что это VyDrea. Следующий его шаг. Еще одна квина. Да, я всегда говорил, это важно. Что если против вас VyDrea, просто делайте королев. Делайте королев, приходят два адепта, королевы отбиваются опять же. То есть больше юнитов у нас нет. У нас есть три королевы, у нас делается четвертая, у нас есть четыре собачки. Больше нам никого не нужно пока что. После VyDrea, причем делается оракл. И это тоже видит вот этот оверлорд. Он знает следующего юнита. Он знает следующего юнита. Это хорошая уже информация. Он понимает, что это будет оракл. И будут ли спорки. Вот на оракла можно уже спорками ответить. Да, сразу же в 3.50 он заказывает одну спорку. Я думаю, вторую заказывать не будет. По одной простой причине. У него есть королевы. Понимаете, что спорка, она в принципе отбивает воздушного юнита. То есть спорка плюс королева вообще прям крушит воздушного юнита. Поэтому он, имея здесь две квины, в принципе оставляет две квины, а на третью базу ставит спорку. Потому что на третью у него одна квина. Дальше по производству идет еще одна квина на следующей базе. То есть, кстати, оверлорда нашли здесь. Вот. И с собачками он пробежал, увидел, что есть третья база. Собрал важную информацию. Играет ли Протас все-таки быструю третью или нет. Вот. Собрал эту информацию. И особо с ней, вряд ли пока что, как-то что-то делает. Он играет стандарт. Он играет стандарт. У него в 4, 30, 45, 46 дронов. У него Роуч Варен, у него делается как раз таки лейр. И пошли газы. То есть стандартный стиль в масс рачей. Стандартный стиль в масс рачей. Все как обычно. Вот. И видит уже первое забегание каких-то адептов. Он к ним готов, построив парочку буквально собачек. И здесь, как вы видите, квина плюс порочка защищаются от оверлорда. Идет сплит адептов. Такая интересная тактика. Ну, в принципе, убирает соло своих дронов. Что там, что там. Лингами догоняет адептов. Квинами их тоже подбивает. И здесь он не заметил стадисную ловушку. Вот такая вот интересная штука. Пока мы за ним, не за ним, а вместе с ним следили за вот этими опасностями. За вайдреем, за адептами, да, на двух базах. Прилетела стадисная ловушка. Неприятно. Неприятно, конечно же. Очень-очень сбивает темп. Вот эта всякая ерунда протасовская. Вот. И дальше соло намерен идти в небольшую контратаку. Продолжает распространять крип. Какие дальнейшие у него действия будут. То есть дальше он пока не парится. Он добивает рабочих до 60. Он понимает, что у протаса есть третья база. Скоро у него тоже будет под 60 рабочих. И можно посмотреть, как у него дела. Вбивает пробочку. Видит, что это адепты. Пока не видит ничего необычного. Зачем он делает вот эти забегания? Он пытается словить что-то. Бах выходит какой-то юнит у протаса. Еще что-то. Потому что сейчас соло не знает, против чего он точно играет. Но в любом случае он видит, как минимум, что нету контратаки какими-то имморталами. Потому что протас смог вполне открыться в вайдрея. Он мог сделать оракла и затем начать делать имморталов. И для того, чтобы добивать имморталов, как ни странно, ему нужны тараканы. Хоть иммортал и контрит таракана, но зерк может построить больше тараканов. Намного, чем просто протас сдержит. Так как ему тараканы не понадобились, он переходит в следующую часть. В гидроден и в эволюшн чембер. То есть он будет делать апгрейд своих гидролисков. Линги пытаются все найти, какую-то нычку пробежать. И постоянно видят новых грелок. Собственно, он сейчас понимает, что его ждет игра против грелок. Он делает просто гидру, 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 гидру. То есть на шестой минуте у него, заметьте, уже 70 дронов давным-давно. И он начинает лепить гидру. Для того, чтобы сделать гидру, ему надо 6 газов. То есть это тоже нужно понимать. Идет гидра, идут апгрейды. И смотрим, скоро будут прибегать первые атаки таких грелок. Массивные атаки. Вот у Солара, в свою очередь. Здесь, кстати, квины не вижу почему-то. Она где-то сбежала. Сколько всего юнитов? У Солара 5 квин на данный момент. И продакшн просто катастрофический. Все апгрейды, все здания. Оракл отманил квин. Прибегают грелки. 4 грелки и пытаются убить 4. Конечно, они ее убьют. Ее надо будет отменять и ставить заново. Но с гидрой это уже не проблема. Гидра, конечно, прогонит грелок, если надо. Да и 3 квины, в принципе, их тоже прогонят. Пока здесь их пришло не так много. Я думаю, просто Саян не показывает всю мощь, которая у него есть. Да, у него здесь еще 2 грелочки. То есть он занимает свою четвертую базу. Вот четвертую базу он занимает. Солар об этом пока ничего не знает. Но сейчас узнает. И интересно, какие действия он будет предпринимать. Все. Он увидел, что Протас уже совсем в край обнаглел. И на седьмой минуте ставит четвертые базы. Что у Протаса четвертая чуть ли не раньше, чем и Зерга. Что он продолжает его стазисными ловушками там приставать к нему. Летать грелками. Убивать северлордов. То есть Солара уже это подбешивает. Чуть-чуть. И он продолжает, собственно, масить, масить, масить своих гидролисков. И дополняет всю армию квинами. То есть квины это реально мощные боевые единицы. Солар их не жалеет, строит. И вместе с ними даже идет куда-то, ходит по карте. Как минимум по крипу точно гуляет вместе с ними. Саян же неплохо на самом деле здесь защищает карту. То есть вот то, что не делают Протасы обычно. В лигах пониже, например. Чем топовые профессиональные игроки. Они мало летают. И получается, что Саян очень неплохо крип сдерживает. Восьмая минута, только половина карты в крипе. То есть если бы Солар играл против кого-то полегче, он бы на восьмой минуте уже бы крип вот сюда вот закидывал бы. Вот. 86 рабочих. 86 рабочих это число, которое вам нужно за Озерго. То есть 4 полных базы. Абсолютно. Вот. И гидра с квинами идет. И в принципе он толкается. Он толкается с грелками. Он бегает и их пытается прогнать. А выходит, посмотрите в какие грейды. Да. То есть он выходит в апгрейд на люру. Все апгрейды на гидру. И уже вайперы пошли. То есть парочка вайперов, как я понимаю, для этих паразитических бомб. Очень сильное оружие против вайдреев, кстати. Потому что сколько она наносит паразитическая бомба? Она наносит 120 урона. Смотрите. У вайдреев всего 100 плюс 150 жизней. То есть один раз неудачный вот этот вот... На застаканных вайдреев кинутая паразитическая бомба почти полностью уничтожает весь лимит вайдреев. И получается, что вайдреев в бою фокусить не могут. Ими приходится разлетаться постоянно. С разных сторон бить разные цели, чтобы они не стакались. И очень интересно, Солар игнорирует. Он просто игнорирует вот этих вайдреев. Нет, он решил развернуться. Просто он немножко позицию такую понаглее занимал. И все, заняв позицию понаглее, он идет, нападает на вайдреев. И в принципе, вот, его против вайдреев устраивает играть в гидру. То есть он когда все-таки подтверждает, что это масс грелочки, он переходит в гидру, сквенами бегает. Вот, заметьте, такую штуку, у него очень-очень много королев. Это такой вот прикол, да, королевы, они достаточно сильные юниты, и они очень жестко могут сопротивляться за вайдреев. Да, то есть куча королев могут убить кучу вайдреев, потому что королевы быстрее строятся. Просто банально, их будет больше. Потому что соперник, который играется в вайдреев, в принципе, контрится королевами. Жезерг намного раньше строит королев, и Солар это активно использует. Он группой королев просто вместе с гидрой ходит, ходит, ходит. И как пробивать оборону? Вот, он приходит и просто люркеров закапывает. А как-то вы будете убивать люркеров, уважаемый Протас? Посмотрим, у него уже есть, штормы есть или нет, не знаю, но Архоны точно есть. В принципе, ответка хорошая, могла бы быть, если бы, конечно, у Протаса были обсерверы, или еще какой-то способ увидеть, что происходит. На контратаку, как бы, Солар ловит, встречает Архонов, но квены вылечиваются, и Архоны с квенами, в принципе, жестко. Видим, паразитические бомбы сразу накидываются, и смотрим, как начинают падать в Айдреи. Летят под батарейки, под усилением, а потихоньку люркеры начинают душить, душить Протаса. Зелки не работают против люркеров. Работают, но надо напасть очень хорошего лимита. Здесь парочка Архонов, и как вы видите, Солар просто не спеша, методично ходит, гоняет Протаса по карте своими квенами, да? То есть, самое главное, против Протаса, который играет вот в этой Старгейт-грелке, это квены, которые просто распространяют крип. Он просто банально по всей карте распространяет крип, идет, идет, методично приходит к Протасу, из гидрой его выбивает. И четыре люркера было сделано, просто четыре люркера, которые... Не, семь люркеров. Семь люркеров, которые просто бьют по зданиям Протаса, не дают Протасу нападать жестко на всю эту армию. Вот такой вот классный стиль. Надеюсь, вам нравятся вот эти разборы профессионалов. С вами был Тед, ребята. Смотрите следующие, подписывайтесь, лайки ставьте. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok